Девушки отдыхают Состоялась инаугурация главы Саргутского района, как это было и кто присутствовал на церемонии. В Саргуте начались ночные рейды по культурным и развлекательным заведениям, проверяя, как соблюдаются антиковидные ограничения, кому постановление Роспотребнадзора не указ. И в Саргуте состоялся очередной турнир по хоккею на валенках. Насколько серьезно, что ему подошли спортсмены и кто победил. Второй срок полномочий. В субботу прошла инаугурация вновь избранного главы Саргутского района Андрея Трубецкого. В числе почетных гостей на церемонии депутаты муниципального, окружного и областного уровней. Впервые на официальном мероприятии побывали мама и супруга Андрея Трубецкого. Как близкие отнеслись к его решению продолжить руководить муниципалитетом, узнала Валерия Кудрявцева. Избрать на должность главы Саргутского района Трубецкого Андрея Александровича. Инаугурация Андрея Трубецкого символично прошла в Барсово, в поселении, где глава вырос, окончил школу, где учителем работала его мама. Надежда Федоровна вместе с супругой избранного главы района тоже присутствовали на церемонии. Я 7 лет работаю в муниципалитете, и чистая правда в том, что и мама, и супруга первый раз посетили вообще мероприятия, связанные с моей работой. То есть вот назначение на второй срок, это пока на сегодняшний день единственное мероприятие, где присутствовали мои родные и близкие. Тяжелое решение для них было, но поддержали. Гостями церемонии стали и депутаты районной окружной областной дум. Галина Резяпова поздравила Андрея Трубецкого и выразила уверенность в том, что Сургутский район был и остается в надежных руках. Если сравнить предыдущую пятилетку, которой Андрей Трубецкой был главой, и сравнить ее с предпредыдущей пятилеткой, то цифры говорят именно о том, что он умеет блистательно управлять ресурсами, которые есть в Сургутском районе. Я говорю о финансах, я говорю о кадрах, я говорю о общественном состоянии, о гражданском обществе, которое есть или нет в его муниципальных образованиях. Выборы главы Сургутского района прошли в пятницу. На голосовании присутствовали 11 парламентариев. И все они единогласно поддержали кандидатуру Андрея Трубецкого. По мнению депутата окружного ЗАГС-собрания Игоря Бруслиновского, такое решение было очевидным. Сургутский район последние пять лет является лидером в Ханты-Мансийском автономном округе, в Российской Федерации, как лучшее муниципальное образование по разным направлениям. Это говорит тоже о многом, это говорит о сбалансированной команде, нормальном, здравомыслящем, умном руководителе. И мне кажется, то, что его перезбрали на новый срок, может встелять в избирателей, в жителей Сургутского района. Только большой оптимизм. Сам Андрей Трубецкой отметил, что на второй срок пошел не за наградами и цифрами, а чтобы делом доказать, что Сургутскому району есть куда расти. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Барсова. В Югре за выходные понедельник положительные тесты на ковид получил 781 человек. Четверть из них, 186, это сургутяне. Еще 20 жителей соседнего района выписаны. Чуть более 450 югорчан погибли, 30 человек. Вместе с тем, с наступлением нерабочих дней, нарастает число желающих вакцинироваться. Телезрители Сургут 24 сообщают об очередях в мобильных и выездных прививочных пунктах. Использовать нерабочие дни, чтобы начать иммунизацию, ранее жители призывали как в федеральном оперативном штабе, так и в правительстве Югры. Система здравоохранения, больницы, поликлиники в предстоящий период выходных дней будет оказывать всю необходимую помощь в полном объеме. Второе. Значит, в этот период мы с коллегами из Департамента здравоохранения приняли решение. И для удобства наших жителей, для повышения эффективности работы вакцинальных пунктов, их работа в этот период будет увеличена. Укрепим их дополнительно кадровыми работниками, врачами, фельдшерами, для того, чтобы вакцинацию наши люди могли пройти в наиболее удобной форме. С началом очередных антиковидных ограничений в Сургуте организованы контрольные рейды. 30 октября надзорные органы провели инспекцию по ночным клубам и барам города. Напомню, эти заведения после 23.00 до 7 ноября включительно работать не могут. Таково предписание Роспотребнадзора. Однако, как выяснилось, не все его соблюдают. Не пугают предпринимателей ни серьезные штрафы, ни возможное закрытие предприятия на срок до 90 дней. Проверяющие в первый же выезд обнаружили работающими кафе и сим-саун. Соответственно, зайдя сюда, мы видели, сколько здесь было людей. То есть, это больше 100 человек на оба заведения. То есть, сейчас должностных лиц, предпринимателей опрашивают сотрудники полиции. По данному факту будет возбуждено дело административного производства по статье 26.1. Штрафы там очень существенные. В данном случае на предпринимателей с лицей до 50 тысяч – это минимум. На юридических лиц штрафы гораздо существеннее. Вплоть до приостановления деятельности. Также материалы направляются в Роспотребнадзор. Почему остановился жильцы дома номер 10-4 на улице Кукуевицкого не могут выяснить, почему капремонт в высотке так и не доделали. По словам местных, реновация их дома началась еще в мае, но почти сразу работы встали. Люди опубликовали в соцсетях видео, где часть недавно смонтированного фасада болтается на ветру. Под публикацией Егорский фонд капитального ремонта пояснил, что отделочный материал отошел из-за того, что не завершен монтаж так называемых отливов. На этого подрядчика есть 10 дней. Весной еще начали и остановилось все. Вот, двери поменяли и все. Вот, некоторым сделали, а остальных забили. Мы не интересовались в ЖКУ, пока по этому вопросу никто корректного ответа сказать не может. Во-первых, у нас начали делать и через неделю закончили. Не продолжают уже давно. Залили фундамент и все. И вот одну сторону начали и больше не делали. Там, на четвертом бренчал, у нас тоже. Мы скотчем даже просто приделывали, потому что никто ничего, все бросили и ушли. Наша редакция направила соответствующий запрос в фонд капремонта с просьбой пояснить ситуацию с многоквартирным домом более подробно. Мы продолжаем и к другим темам стали аккуратнее. В травматологической больнице Сургута фиксируют снижение числа обращений из-за гололеда. При этом на прошлой неделе медики отмечали существенный рост пострадавших в результате падений на льду. Если с 22 по 25 октября за помощь обратились 23 жителя, то за минувшие выходные всего четверо. Врачи призывают не ослаблять бдительность. Тем более, что на этой неделе метеорологи прогнозируют температурные скачки от минус 13-15 во вторник до нуля в пятницу. Наибольшую осторожность врачи просят проявлять пожелых югорчан. Их реабилитация, как правило, проходит медленнее. С возрастными изменениями это в первую очередь связывается. То есть костная ткань сама более травмируется. Более хрупкие кости становятся, если бытовым простым языком говорить. Возрастные изменения, они все играют замедляющую роль в восстановлении. В пятницу вечером на улице Мелик-Карамова в Сургуте произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, внедорожник Тойота. Выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущества легковушке Хёнде. Она ехала со стороны жилого комплекса Возрождения. Вся мощь удара пришлась на правую сторону корейской иномарки. 24-летний пассажир, ехавший в салоне Лантры, получил тяжелейшее увечие. Он до сих пор в реанимации травматологической больницы. Пострадавшему сделали операцию. Его состояние оценивается как тяжелое. Также госпитализированный водитель Хёнде в ситуации разбираются дознаватели ГИБДД. Еще одна авария произошла у перекрестка Нефтьюганского шоссе и улицы Островского. В субботу вечером Лада Гранта влетела в Тойоту. Оба авто получили сильные механические повреждения. От удара вас развернуло на проезжей части. Водителя отечественной машины на месте осмотрели врачи скорой помощи. Госпитализация не потребовалась. В разговоре с полицейскими молодой человек, управлявший Ладой, рассказал, что видел Тойоту, но и не смог затормозить. Дорожное покрытие оказалось слишком скользким. В воскресенье вечером на загородной трассе иномарка сбила пешехода. Столкновение произошло на участке дороги, ведущей от улицы Арафлотской к городскому кладбищу. По первоначальным данным, пешеход переходил улицу в неположенном месте. Для водителя иномарки «Форд» появление мужчины на неосвещенной трассе в непосредственной близости от машины стало полнейшим сюрпризом. Удар пришелся в правую переднюю часть авто. Пешеход пробил головой лобовое стекло. Прибывшая бригада реанимации доставила пострадавшего в травматологическую больницу. Предварительно у 46-летнего мужчины диагностированы повреждения головы, переломы, множественные ссадины и ушибы. Он восстанавливается в одной из палат травмцентра. Ведется следствие. В высоком мысу почтили память жертв политических репрессий. Возложить цветы и зажечь свечи приехали сотрудники администрации, представители совета ветеранов и жители. Среди них потомок спецпереселенцев поселка Сергей Бакунин, сын известного историка Александра Васильевича Бакунина. Пять из 18 репрессированных членов этой семьи оказались в Сургутском районе и были основателями высокого мыса и колхоза «Новый мир». Он в несколько десятилетий был одним из лучших в регионе. Даже нашу семью разделили. Пять человек попали сюда. А старшая сестра была шестой. По негласному указу больше пяти в одно место нельзя было. Ее отправили с другими родственниками в УВАД. Всех те, кого не выслали, отобрали все, что не было. На ледовой арене «Титан» состоялся пятый турнир по хоккею на Валенках. За последние годы он стал традиционным организаторами. Поочередно выступают профсоюзные организации «ГРЭС-1» и «ГРЭС-2». Каждый год к участникам прибавляются новые коллективы. В этот раз борьбу за победу повели энергетики, нефтяники, пожарные и банкиры. В чем отличие турнира от профессионального хоккея и кто стал сильнейшим, расскажет мой коллега Виталий Торопов. На ледовую арену «Титан» и «Муха» без QR-кода не пролетит. И неважно, кто вы – организаторы, игроки или журналисты. Правила для всех едины. В этом мы убедились воочию. Тем временем спортсмены в полной амуниции уже ждут, когда освободится лед. Нужно еще успеть разогреться и настроиться на битву. Здесь все по-серьезному, как бы ни казалось на первый взгляд. «Это спорт. Ну, посмотрите на нас, как мы одетыми. Вот, видите, инвентарь. Вот, все, все настоящее. Сложнее или…» «Сложнее. Да ладно». «Ну, потому что контроль необходим для того, чтобы…» «Мы привыкли на коньках, на коньках можно маневрировать, а здесь только по прямой». «Да, все равно чуть повеселее получается». «Ну, конечно. Те, кто кататься на коньках не умеют, здесь спокойно могут принимать участие». Сезон уже пятый по счету, поэтому опыт проведения столь необычных турниров наработан. На предприятиях мастерство оттачивали. «В сезон по два турнира таких устраиваем. Коллеги наши по энергопредприятиям тоже такие турниры устраиваются. Ну, то есть вот увлекло такое мероприятие – валенки на хоккей, и детство вспомнить, поиграть, потому что начинали все с дворовых площадок, в хоккей играли, и вот решили возобновить такую традицию – играть в хоккей на валенках». Построение, гимн, приветствие и вперед к победе. Четыре команды играют по кругу, арену поделили на два сектора, чтобы сэкономить время. Выходные у многих из них на вес золота. Первыми сыграли пожарные с банкирами и энергетики с нефтяниками. Табло на две параллельные игры не рассчитано, поэтому счет узнаем из первых уст. «Газпромбанк» пока забить не может. «Серьезный соперник». «А вы как, готовы? Отпор давать?» «Конечно готовы, всегда готовы». «А сейчас какой счет?» «Сейчас 2-0». «А кто идет?» «А, соперники». «Что делать?» «Что делать?» «Надо принимать активное участие в игре и стараться отыграться». На соседнем поле дебютанты сезона. Пожарные пока уступают энергетикам, но не расстраиваются и продолжают борьбу. «Все прекрасно, все хорошо. Один-два пока проигрываем». «Пока проигрываем?» «Да, но это не критично, да?» «Не критично, конечно, выиграем в любом случае». «Так, вы сгрызг-2, а вы кто пожарный?» «Югра-пош-сервис, да». «Готовились же серьезно?» «Ну, конечно». «Прям серьезно-серьезно?» «Не серьезно, готовились, в любом случае». За играми следят профессиональные судьи. Говорят, что до удалений с поля сегодня точно не дойдет. Играют достойно все, даже новички. «Пожарные тоже неплохо. Вроде они за счет самоотдачи ловят на себя мячи, все помогают в обороне, туда, в атаку бегут все вместе». «Нарушений много?» «Нет пока, только там нарушение численного состава было и все». «Наказывать никого не прошло?» «Пока нет, пока играют аккуратно, в принципе, нормально все». Задача каждой команды – забить максимальное число мячей в ворота соперников. Именно по ним и распределяться места в турнирной таблице. «Играем второй раз, но азарт прям чувствуется. Настоящий хоккей, ребята молодцы». «Вы довольны?» «Да, очень довольны, да». «Команда слаза нас работала?» «Мы пока скатываемся еще вместе все. Я говорю, вторая игра только для нас – это большая репетиция, если честно». Но на репетицию времени не оказалось. Банкиры в итоге заняли четвертую позицию в турнирной таблице. Третье призовое место у «Югры» – «Пожсервиса». На второй позиции «Сургутнефтегаз» победили хоккеисты «Сургутская ГРЭС-2». Помимо дипломов и кубков, все, без исключения команды, получили невероятный заряд энергии и позитив. Виталий Туропов, Юрий Чанцев, «Сургутинтерновости». У меня на этом все. Не пропустите прогноз погоды после короткой рекламы. Еще больше новостей на нашем сайте www.indefisnews.ru. Я благодарю вас за внимание. Увидимся. Продолжение следует... Приглашаем в обновленный магазин «Обои-центр». Теперь у нас не только большой выбор обоев в Югре из России, Германии и Италии, но и красиво. Удобная выкладка, яркое освещение и приятная атмосфера. Приходите ежедневно с 10 до 20 часов в специализированный магазин «Обои-центр». Умные домофоны от «Телеплюс» принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. «Телеплюс». Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. А мы уже рады зиме! Санки, снегокаты, тюбинги – все, что нужно для детских зимних активностей в магазинах «Карапуз». Авторадио – крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей, ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Русский хит. Только русские. Только хиты. Русский хит. Русский хит. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова